Всем привет! В этом видео мы с вами разберем самые типичные ошибки новичка в работе с гель-лаками. Ошибка первая. Гель-лак затекает. Причин здесь может быть несколько. Самое вероятное, недостаточно чистый маникюр. Если на ногте остается невычищенный птеригий, гель-лак в этом месте неизбежно затечет. При выполнении маникюра обязательно обращайте на это внимание и старайтесь максимально подготовить ноготь к покрытию. Вторая причина. Слишком много материала. Не стоит сразу наносить гель-лак толстым слоем. Первый прокрас лучше сделать тонко, а затем постепенно добавлять материал на ноготь. Так вы сможете варьировать толщину слоя и следить, чтобы гель-лак не убегал под кутикулу. Если не получается нанести гель-лак сразу близко к кутикуле, лучше воспользоваться тонкой кистью. С ее помощью можно сделать идеальное покрытие под кутикулу. Как исправить, если гель-лак уже затек? На непросушенном слое можно просто удалить гель-лак салфеткой, смоченной в клинсере, а затем аккуратно нанести гель-лак заново. Сначала тонким слоем, а потом тонкой кистью прокрасить близко к кутикуле. Вторая ошибка. Гель-лак сморщился в лампе. Такое могло произойти только если вы нанесли толстый слой материала и недостаточно хорошо его просушили. Обычно так случается, если ваш клиент поместил руку в лампу, а затем по какой-то причине сразу убрал ее оттуда. Процесс полимеризации не завершился до конца и как результат гель-лак сморщился. Чтобы избежать таких моментов, не нужно наносить свет слишком толстым слоем и всегда старайтесь до конца просушивать его в лампе. Ошибка 3. Светлые оттенки неравномерно наносятся. Первая и самая возможная причина, почему светлые оттенки наносятся неравномерно, липкий слой базы. Чтобы гель-лак наносился более комфортно, просто снимите дисперсию с базового покрытия и тогда все получится. Многие начинающие мастера, работая со светлыми оттенками, стараются первый слой нанести максимально тонко. И это на самом деле совершенно неправильно. Делая слой тонким, вы не даете возможности гель-лак выровняться самому, поэтому рекомендуем наносить слой гель-лака чуть толще, а затем аккуратно разровнять его тонкой кистью. Если вам кажется, что покрытие получается недостаточно равномерным, добавьте еще немного материала на ноготь. При этом обязательно до конца просушивайте покрытие, чтобы гель-лак не сморщился в лампе. Ошибка 4. Топ не блестит. Это произошло, потому что вы слишком рано убрали липкий слой. Чтобы получить зеркальный глянец, после полимеризации дайте топу остыть, и только потом убирайте дисперсию. Что же делать, если вы поторопились? Для начала забавьте слой топа, уберите с него полностью блеск, обезжирьте и потом снова перекройте топом. Помните, убирать липкий слой можно только с остывшего покрытия. На этом все. Теперь вы знаете, как избежать самых типичных ошибок в работе с гель-лаками. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на Формулу Профи в социальных сетях. Всем пока-пока!